И снова я пропадаю и неожиданно появляюсь. Стабильность, что поделаешь? Ну, давайте лучше поговорим о вас. Как часто вы ловите себя на мысли, что просто устали? Ну, допустим, вы долго работали, учились, и вам приходит в голову мысль о том, что хочется стать просто птицей. Нет, ну, не такой, а буквально птицей. Жить без забот и всегда быть свободным. Звучит заманчиво, не так ли? Что ж тогда эта игра для вас? Бюрт Кэчерс, или же Птиц Слово, это РБГ-игра, созданная одним человеком, а точнее художницей Арима. Игра состоит из четырех эпизодов, последний еще не выпущен. Но не будем забегать вперед. Главной героиней является жизнерадостная девочка Бека, живущая на изолированном острове, в котором бурлит жизнь. Казалось бы, чудесное место, только есть одна загвоздка. Все жители гнезда прокляты. Добро пожаловать в гнездо, первый эпизод. Это часть истории, в которой все хорошо. Игра начинается с того, что мы настановимся гостем этого мира. Игра проникает в мир, используя шкаф. Да, начинаешь думать, что ты монстр из шкафа. Мы представляемся и сразу же знакомимся с главной героиней Бекой. Из юстов мы узнаем, что все действия будут проразворачиваться на острове, а точнее так называемом гнезде. В этом месте всегда светит солнце. И гнездо это место, в котором помогают людям стать счастливее. Гнездо ежедневно посещают все жители острова в надежде обрести счастье. Потому что создатель проклял всех их. Ну, а также на этом острове есть некий спаситель, который дал решение, как избавиться от проблем. Птичья лихорадка. Это процесс превращения человека в птицу. Звучит страшнее, чем оно является на самом деле. Наверное. В общем, мы кооперируемся с нашим новым другом Бекой. У Беки два раза в неделю происходит сеанс терапии у ее друга-стража, в который мы пойдем вместе с ней в начале нашего приключения. Но перед этим мы забираем игрушку птицы, решая простую головоломку с парольным к сундуку. Эта игрушка является важным элементом, поэтому Бека далеко ее не откладывает. Беседуя дальше от Днездом, мы узнаем, что у Беки есть брат, и она живет вместе не только с уже известным нам и стражем, но и... В общем, он мне объясняет, просто три точки. Отправляемся на прием к стражу и застукиваем его с зажиганием своих рукописей. Страж быстро переводит внимание с камина на себя. И Бека представляет нас ему. Страж, конечно, скептически относится к идее о невидимом госте, но не возражает и только показывается, что рад, что Бека больше не боится темноты. Начинается сеанс, на котором Бека и страж беседуют о нежелании Беки погадать гнездо, чтобы банально пойти в школу. Страж предполагает, что это происходит из-за приближающейся годовщины дня, когда брат Беки, Теодор Фостер, стал птицей и покинул это место. Так, наверное, нужно на этом месте остановиться и все разобрать получше. Как я раньше упоминала, в этом мире существует такая болезнь, как птичья лихорадка, приводящая к деформации тела человека в птицу. Всем понятно, как именно это работает, болезнь. Но она продвигается в нескольких этапах и проявляется у всех по-разному. Также мы узнаем, что это является обыденностью. Никто ее не лечит и вообще из-за этой болезни произрастает целая религия на этом острове. Даже, блин, праздники устраивают, но только у них странные названия по типу День Жертвоприношения, о котором идет речь. Как мы поняли, все это поощряется и даже празднуется. Но только если ты не ребенок. Детям нельзя превращаться в птиц. Известным нам людей, зараженных этой болезнью, является Тео, брат Бекки, который уже дошел до последнего этапа и даже улетел. И Страж. Мы видим, он уже довольно близок к финалу, но по его словам его постоянно что-то сдерживает. Итак, продолжаем. Но Бекке не совсем нравится вся эта история с чудесной лихорадкой, которая освобождает от людских проблем. И она считает, что это не очень-то и хорошая вещь. Потому что незадолго до ухода Тео, он вел себя подавленной, и она жалеет о том, что не помогла ему. А Страж приходит к выводу, что Бека просто огорчена из-за того, что ее близкий человек пропал из ее жизни и решил двигаться дальше. Поэтому она о нем говорит, как будто он мертв. Страж дает ей советы по типу прогуляться по окрестностям, посмотреть на красивый океан вместе с подругой и так далее. Как только речь заходит о пляже, Бека упоминает, что там кто-то похоронен. Страж молодец, нашел где гулять. Но быстро заминаем эту тему и продолжаем говорить о чувствах. Беке тяжело находиться рядом с океаном, потому что он напоминает ей людей и их проблемы. И она чувствует себя беспомощной, что не может никому помочь, как и себе. Страж предлагает ей начать помогать жителям острова, которые приходят в гнездо, чтобы улучшить свое состояние и поверить в себя. И мы начинаем тренироваться на самом Страже. Да, в этой игре есть режим битвы, но точнее терапию. Мы помогаем остальным использовать свои навыки общения. Так мы можем раскрепощать других, чтобы они были открыты к помощи и доверяли нам. Все идет хорошо, но Бека решает действительно помочь Стражу и спрашивает, почему он снова сжигал свои рукописи. Но что-то не работает и сеанс резко прерывается, из-за нежелания Стража прилиться с Бекой своими переживаниями. Мы решаем переключиться на посетителей гнезда, совершившись с поддержкой Стража. Мы начинаем свою терапию у трех братьев-фокусников-воронов. Мы разбираем их проблемы с завистью и неполноценностью, морально поддерживая их. На этом моменте у меня сломалась игра. Я подумала, это какая-то фишка, но потом казалось, что я просто победила в режиме терапии, сдых разговорами, а не обняв. Да. В общем, все довольны и мы отправляемся дальше по зданию, по пути ловя слухи о том, что в гнезде завелся чужак. Незваный гость. И все, мягко говоря, напуганы от таких новостей. Но мы храбрые, не боимся, поэтому идем тусить с нашей подругой Эндику. С Эндику пришел аноним, и Бека открыто нам заявляет, что он какой-то стрёмный и вообще мутный. Выслушиваем все это и отдаем игрушку, которую мы достали еще в начале сундука Эндику. У подруг есть что-то наподобие традиции возвращать друг другу эту игрушку. Бека задумается о странном госте и слухах и решает помочь ему, выкладывая свой план Эндику. Она соглашается, что это хорошая идея, но все равно беспокоится за подругу, потому что, ну, идти самостоятельно искать подозрительное существо без взрослых, особенно когда известно, что он появляется только когда темнеет. Ааа, действительно рисково. Ну, видишь, Вашина, во всех верим, и вперед-перед, Бека. Уже ночью страж собирается читать к Беке книгу перед сном. Но вот проблема у всех книги в гнезде он ей прочитал. Сразу представить, как много он читал ей, потому что все гнездо почти как библиотека. Ребята решают прочитать книгу, написанную самим стражем. Эта история основана на воспоминаниях стража. Он рассказывает нам, что чтобы его любили в школе, он всегда много говорил. Только так он думал, что сможет найти место в обществе. Мы находимся на сцене. Еще не заболевший птичьей лихорадкой совсем молодой страж. Простите, тот? Показывает спектакль «Спасители» и о том, как он подарил людям спасение в виде птичьей лихорадки. Это, оказывается, репетиция, которой руководит Тео, брат Бекки. Мы сразу понимаем, что в школе он главный авторитет. Мы счастливаем со всей этой чехардой про восхваление лихорадки и других мероприятий. В женственном классе тот ищет, какой компанией из одноклассников построится, чтобы улучшить свое социальное положение. В кабинете много о чем говорят. И от Тео, и от слуха, что недавно люди видели на берегу пляжа «Спасителя». Но он решает затусить скомпашкой обсуждающих аутсайдер их класса, Кайла Блэка, и его странную пугающую семью. К слову, этот парень давно не приходил в школу, поэтому им кажется, что уже вся их семья превратилась в птиц и покинула остров. Тот составляет свои пять копеек, делясь информацией, что его отец – семейный психолог той семьи, и тот видел, что их семья точно не превратилась в птиц. И тут его подловили. Молодого стражу сразу же вовлекают в авантюру сходить в дом той темной семейки, потому что семья доверяет Тоду, как сыну их психолога. Поэтому прийти туда и поглазить на них ее не составит труда. Тот соглашается, что нельзя же им все обломать. Но перед этим он вспоминает, что эта семья по праву считается пугающей. Мистер Блэк занимается птицеловством и обучался в стрельбе своего сына, до введения законной запрете, который произошел после некого инцидента. Кстати, не все птицы на острове когда-то были бы обитателями. Тот приходит в дом Блэков и помещение находится в плачевом состоянии. Давно здесь ремонт они делали. Гуляем по дому и из-за хрупкого старого пола проваливаемся под чьи-то крики. А что же стоит увидеть, что Кайл Блэка вытаскивает его из дыры? Мы узнаем, что одноклассники уже куда-то свалили. И что кричала по словам Кайла его противная младшая сестра. Мы замечаем маленькую коробку в руках темноволосого парня. И оказывается, что в этой коробке лежит мертва птица. Кайла относит ее на берег, чтобы захоронить. И тогда тот понимает, что Кайла не такой уж и бесчувственной, как его отец. Ему никогда не было все равно на погибающих птиц из-за странного увлечения его отца. Сидя на берегу, молодой страж снова хочет начать болтать. Потому что считает, что его умолчание только навредит этому моменту. Но Кайла его прерывает и предлагает просто посидеть в тишне. Тут наконец-то может спокойно вздохнуть, понимая, что ему не нужно, как обычно, много говорить, чтобы не чувствовать дискомфорт. И так они молчат несколько минут в полной тишине, разделяя сожаления. Но неожиданно на пляж приходит детектив Карр. И да, она спалила, что парня охоронят птицу. Но тот быстро реагирует и придумывает, что они нашли ее по пути со школы. И из-за того, что церковь закрыта, на этой неделе они решили устроить похороны самостоятельно. Женщина решает не забирать пацанов в участок и отпускает их. Но перед этим она предупреждает детей, что сейчас опасно ходить на пляже. Детектив Карр уходит. Бека предполагает, что она была по работе на пляже и искала человека. И страж подтверждает эту теорию, решая пока не выдаваться в подробности этого дела. Итак, мы знаем, что с того дня наш страж, тот, начал налаживать отношения с Кайлом Беком. Кстати, аноним это и есть Кайл, но уже взрослый. А та самая младшая сестра это Эндику. После рассказа стража Бека ложится спать. Но просыпается ночью и отправляется на поиски того самого незваного гостя и слухого жителя острова, который мы слышали еще днем. Хоем по дому в поисках гостя и преодолеваем длинный и очень темный лабиринт. Серьезно, просто пройдите его, но вам придется сидеть вплотную к экрану. Мы находим в конце анонима. Но так называемый аноним быстро палится, что это просто маскировка. Потому что настоящий аноним не войдет без разрешения в гнездо. Эндик Закоминс очень невежливо пробрался сюда посреди ночи. Оказывается, что это и есть незваный гость, который использует маски, созданные им, чтобы скрывать свое истинное лицо. Бека совсем не пугается и предлагает ему подружиться с жителями острова, чтобы не наводить панику. Но незнакомец выдает нам, что он тот самый спаситель, который не должен появляться на глазах людей. Бека такая... Ого! Ну и в общем они договорились, чтобы Бека каждую ночь посещала незваного гостя ночью, чтобы ему не было одиноко. А он уйдет после дня жертвоприношения, который наступит через три дня. Тогда всем станет спокойнее. Обе стороны соглашаются. На этом и заканчивается первый эпизод прицеловов. Уже не терпится узнать приложение, да? Тогда наберите 1000 лайков под этим видео и добьем 5к на канале. Что? Слишком много прошу, говорите? Ну не, я и так у вас ничего особо не просила. Так что давайте уже все сделаем по базе, чтобы я чувствовала себя, ну, ютубером, обзорщиком, блин, че там. Итак, почему я в этом видео пустила момент, где я уже делаю обзор? Потому что это первый эпизод. Ну да, меня не останавливало, когда я делала демомерсию, но... Я выскажусь в конце. Вот так будет правильней. Так что ждите следующих частей. Такое ощущение, что с моей скоростью вы сами уж пройдете эту игру. Очень вы меня услышали. Можете заодно подписаться на мой паблик, пока я начну работать над видео по следующему эпизоду. Все, кайфуйте, ребята, лето же. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok